МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в рамках программы «Вам решать» Саров представил 11 проектов. Их общая стоимость почти 44 миллиона рублей. Результаты отбора станут известны в мае. Об одном из проектов нам рассказал депутат Городской думы Евгений Ваганов. Ремонт проездов улицы, тротуаров, благоустройство дворов и детских площадок, устройство спортивных площадок. Все проекты, которые в этом году Саров заявил на софинансирование по программе «Вам решать» довольно похожи. Проблемы в округах одни и те же, а денег, которые выделяют депутатам на благоустройство, на всех не хватает. Например, на округе Евгения Ваганова давно назрела необходимость ремонта стадиона школы номер 5. Это проект по замене и реконструкции стадиона пятой школы. Этот проект для нас очень важен, потому что в нашей школе обучается порядка 500 учащихся. Им нужна спортивная площадка, отвечающая современным требованиям безопасности. Для этого мы завелись на этот проект, для того, чтобы покрытие заменить, и у нас была новая хорошая спортивная площадка. По словам Евгения, как только сойдет снег, мы увидим старую площадку с асфальтовым покрытием. Частично оно разрушено, местами большие дыры. По правилам проводить занятия на таком стадионе нельзя. На данный момент у нас сейчас занятия на нашей площадке не проводятся, потому что она травмоопасна. И занятия в теплое время года, это осенью и весной, когда уже температура позволяет заниматься на свежем воздухе, проводится вдоль спортзала. И это занятие только побегом. То есть игровых видов спорта мы заниматься не можем, только в спортзале. Проект «Вам решать» заработал в нашем регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его основная цель – сделать города и села комфортнее для жизни. Главная особенность в том, что именно жители определяют приоритетные объекты для благоустройства. Надо обсуждать с горожанами, чтобы каждый высказывал свое мнение, где что необходимо построить, достроить, отремонтировать, кому что не хватает, где. Должны горожане, должны все знать. Ну как же, иначе до этого живем. Конечно, нужно, потому что обустройство нашего города зависит от нас самих. Надо бы какие-нибудь прогулочные тропы и обязательно ставить скамеечки, потому что уже мы старые люди, ноги начинают болеть, устаешь. Чтобы сесть, вот мы ходим, ходим, думаем, вот скамейка бы стояла, вот сели бы и посидели немножко. Нигде нет скамейки. Ну надо, конечно, спрашивать. Спрашивать надо не у стариков, а у молодых. И вам вот, вам жить долго еще, чтобы было все хорошо. Горожане живут и в этом месте. Мне, например, если здесь сплошные там канавы и грязь, мне неприятно. А мне приятно, когда деревья, когда цветочки. Вот так. Все мы хотим оставить свой след в истории, поэтому помогать людям – это всегда в карму отложится. Проголосовать за любой из 11 проектов, выдвинутых саровчанами, можно на сайте вамрешать.рф до 15 апреля. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получат софинансирование из областного и местного бюджетов. Не оставлять автомобили на подъездных дорогах, зданиям и другим объектам, а также на внутриквартальных проездах, чтобы не препятствовать проезду пожарной техники. Об этом просит саровчан департамент городского хозяйства. Соответствующий запрет установило правительство Российской Федерации в сентябре прошлого года. Кроме того, неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной трагедии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Арт-лекторий в кино. В городской художественной галерее 8 апреля пройдет премьерный показ фильма-выставки режиссера Фила Грабски «Воскресение в искусстве». Документальная лента расскажет о том, как в мировом изобразительном искусстве отразилось самое значимое событие в истории христианской цивилизации – воскрешение Христа. Съемки фильма проходили в Иерусалиме, по всей Европе и в США. Начало сеанса в 18.00. Для лиц старше 12 лет. Золотые, серебряные или бронзовые значки ГТО могут принести абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Но с условием, что значок должен быть выдан за выполнение нормативов для той возрастной группы, которой абитуриент относится на момент поступления в ВУЗ. За них университет должен начислять от двух баллов и больше, если посчитает нужным. Также дополнительные баллы может принести участие либо призовые места в интеллектуальном, творческом, спортивном конкурсах, если эти соревнования проходили, чтобы найти детей с выдающимися способностями. С такой инициативой выступила Миноборнауки и приказ уже вступил в силу. В России вырастут цены на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям. Росавиация мониторит текущую ситуацию и скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно, рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Также он заметил, что скачкообразного изменения цен не будет и стоимость билетов увеличится незначительно. Украденные несколько дней назад из дома 14 по улице Гоголя велосипед нашли. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ночь, улица, фонарь, дорожно-транспортное происшествие, европротокол и обращение в страховую. Казалось бы, совершенный рядовой случай, только не для страховой, а для уголовного отдела. Двое молодых людей с целью легкой наживы разыграли тщательно спланированный спектакль. Сымитировали ДТП, составили фиктивный протокол и приложили к нему такие же фиктивные фото и видеоматериалы. Но, как известно, шило в мешке не утаишь. Зарегистрирован рапорт сотрудника уголовного розыска МВД России по ЗАТО Саров о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что двое граждан города Саров, в действиях двоих граждан города Саров усматриваются признаки, предусмотренные частью 5 статьи 159 УК РФ мошенничества. Так в полицию обратился директор магазина электроники на проспекте Ленина. Злоумышленник брызнул в глаза продавца из газового баллончика и похитил умные часы известной марки. Следствие установило, что ограбление совершил ранее судимый уроженец Сарова, который в попытках скрыться за пределами города, был задержан в одной из автомастерских Нижнего Новгорода у своего прежнего сокамерника. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. Остаются и те, кому пока удается избежать наказания. Потерпевший сообщил, что из его автомобиля похитили аудиосистему общей стоимостью около 76 тысяч рублей. Даже несмотря на то, что, по словам пострадавшего, двери машины были надежно заперты. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело. Однако не только преступников приходится искать полиции. Пропавшего 28 декабря прошлого года Евгения Наумова так и не нашли. Последний раз его видели в районе городского кладбища. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просим обращаться по номеру 102. Второе дыхание. В дни весенних каникул вокалисты ДШИ собрали массу наград на всероссийских и международных конкурсах. Возможность выступить очно воспитанники Анжелики Ермаковой ждали всю пандемию. Каких успехов удалось достичь юным дарованием, смотрите в следующем репортаже. Бедный друг всегда поможет, когда беда не беда. Большой перерыв в выступлениях из-за пандемии заставил скучать все взрослых и юных артистов. Как только начали появляться первые очные конкурсы, вокалисты ДШИ не стали упускать возможности выйти на сцену. Воспитанники Анжелики Ермаковой показали свой творческий потенциал сразу на трех конкурсах. На арт-покорении вершин в Арзамасе Алексей Федин занял первое место. Я выступал с песней «Жирафль пони болитит» из кинофильма «Бум бараш». Я волновался и думал, что единственный приз, который мне достанется, это шаурма, которая, между прочим, очень вкусная. Но, как оказалось, занял первое место и, можно даже сказать, покорил вершину этого конкурса. И я от всей души благодарю мою руководительницу Ермакова Анжелику Анатольевну. Ксения Занина занимается вокалом около пяти лет. За каникулы девочка успела поучаствовать сразу в двух конкурсах – «Золотые голоса» и «Арт покорения вершин». Исполнение песен «Отличница» и «Флаг моего государства» высоко оценило жюри. На первом конкурсе я заняла в песне «Отличница» и заняла второе место, а «Флаг моего государства» – третье место. А на втором конкурсе оценивались одним местом две песни. Я получила уряд второй степени. В это же время в Нижнем Новгороде проходил международный конкурс «Арт-триумф». Саровчанка Мирослава Котова с радостью вызвалась поучаствовать в нем. Юная вокалистка отправилась в столицу Поволжья с послевоенной песней «Шарманка». Мирослава заняла третье место. Я хочу донести именно суть песни и те эмоции, которые в данный момент испытывали дети. Это удивление, восторг детский. Воспитанники Анжелики Ермаковой также привезли множество наград со всероссийского конкурса «Сияние талантов. Вокал-2021». Елизавета Шестопалова и Алексей Федин стали лауреатами первой степени. Ксения Занина – лауреатом второй и третьей степени. Анжелика Захарова – лауреатом третьей степени. Воспитанники студии спортивного бального танца «Дека» стали победителями турнира на Кубок главы Нижнего Новгорода. На соревнованиях по системе «Массовый спорт» три пары коллектива взяли дипломы первой степени. Еще одна пара в спорте высших достижений взяла серебряные медали. Подробности далее. В спаре Владислав Линяев и Татьяна Тукмакова танцуют около года. В их общем активе пять танцев и выступления на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Выйти на паркет перед жюри после карантинного перерыва было непросто. И тем не менее выступление принесло второе место. Конечно, гордимся. Это же какое-никакое достижение. И то есть уже по этому конкурсу мы можем смотреть, какие ошибки и куда двигаться дальше. Скорее всего, не хватило физического носливости, потому что в финале уже танцевали все танцы подряд. И когда мы танцевали последние танцы, по ощущениям уже не хватало физических сил, чтобы показать всю свою технику. Захар Потапов и Арина Шкретова в паре почти три года. Танцами оба занимаются больше четырех лет. На турнире в Нижнем Новгороде танцоры взяли диплом первой степени. Мы ездили два раза на конкурс. Нам очень понравилось. Мы хотим еще и еще ездить на турниры, чтобы стать настоящими танцорами. Турнир на Кубе главы города Нижнего Новгорода проводится традиционно. В соревнованиях приняло участие более 600 пар. Танцоры показывали свои лучшие танцевальные номера. По словам руководителя студии спортивных бальных танцев ДЭКа Екатерины Сусоевой, на турнире наши ребята показали хороший результат. Именно на этом турнире удалось показать хорошие результаты, поскольку после перерыва примерно в год, когда не было соревнований, естественно, была потеря формы. И первые турниры были очень волнительными. Не все получилось. Вот это где-то третий турнир, на который мы выезжаем после Нового года. И вот он как раз уже получился. И в техническом плане, и в эмоциональном ребята справились. В эти выходные ребята вновь отправятся на всероссийский турнир по танцевальному спорту в Нижний Новгород. В воскресенье на лыжной базе закрыли сезон. Юные спортсмены пробежали дистанцию в полтора километра. Более опытные ребята приняли участие в эстафетной гонке. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Еще в полях белеет снег, а значит не время откладывать лыжи в дальний угол. Благодаря особенно снежной зиме в этом году лыжники продолжают тренировки и соревнуются друг с другом. В закрытии сезона принимали участие как взрослые, так и юные спортсмены. Многие даже в первый раз. Тренеры для каждого подготовили достойные испытания. Все для того, чтобы сделать состязание ярче и интереснее. Как для зрителей, так и для самих участников. Для младших ребят дистанция будет проходить по поляне, а для старших ребят эстафетные гонки будут проходить уже по спортивной трассе. Ну и немножко мы дистанцию вида изменили, сделали ее поинтереснее, скажем так, усложнили. Мы добавили и те горки, на которых у нас зимой катаются на сноутюбингах, поэтому дистанция будет очень интересная и соревнования будут захватывающие. Дистанцию полтора километра бежали самые юные участники соревнований. Среди спортсменов особенно отличился Иван Рубцов, преодолевший это расстояние первым среди мальчиков. Несмотря на то, что начал увлекаться лыжами Иван всего месяц назад, он уже показывает достойные результаты. В лыжном спорте его привлекает ощущение скорости. Вот когда я еду, я вот очень сильно на горках устаю. И еще вот когда спускаюсь, вот я все равно не отдохну никак. Среди девочек ту же дистанцию первой преодолела Полина Замзина, которая совсем не желает останавливаться на своей первой победе и мечтает в будущем стать олимпийской чемпионкой. Мне очень понравилось, особо когда стартанули там, так было страшно, сейчас упадешь и время потеряешь. Ну, у меня, я первый раз стартанула первая, было страшно, переживала. Мы желаем удачи юным спортсменам и надеемся, что в будущем за победы они будут получать не только сладкие призы, но и олимпийские медали. Субтитры сделал DimaTorzok